Флористы 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 Колпачок с игрушки лучше снять заранее. Два оборота вокруг основания шара и фиксируем леску жгутом. Когда игрушки готовы, можно заняться основой композиции ветками пихты. Отрезаем. Ты на половину веточки очищаешь, чтобы было удобно вставлять в оазис. Оазис – это флористическая губка, благодаря которой наша ель впитает водичку. Как стебель цветка. Каждую ветку остригаем наискосок. Через такой срез растение впитает больше воды. Теперь можно приступать к творчеству. Главное в композиции – выстроить высоту, понять, что ты хочешь сделать, какой она тебе должна быть объема, высокая, низкая, круглая. Крупные ветки подойдут для украшения заднего плана. Самые красивые – спереди. Когда сосновой закончили, можно переходить к деталям. Самое главное в композиции – выбрать середину и заполнить ее желательно большими шарами. То есть можно делать акценты именно на них. Фиксировать игрушки можно на клей, но флористическая проволока предоставляет больше пространства для творчества. К тому же всегда есть возможность что-то изменить. И потом мы уже начинаем переходами, добавляя мелкие детали, то есть шарики. Я использую вот такие вот прозрачные стеклянные. Тоже смотреть надо просто на то, чтобы оно все было гармонично и не было резкого перехода цветовой гаммы. И последний штрих – бусины, сухофрукты и пряности. Недаром говорят, красота в нюансах. Буквально 15 минут и готово. Теперь композицию можно подарить друзьям или родственникам на праздники или украсить ее свой дом. Мы использовали живую хвою. Простоит такая композиция около месяца. Если брать веточки искусственная, она, конечно, не будет так пахнуть, но сможет радовать вас не один год. Способов найти применение хвойным веткам десятки. Собрать букет, рождественский венок или сплести гирлянду. Условие здесь только одно. Главное, чтобы украшение дарило ощущение праздника. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.